Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Перед экзаменами советуют не зубрить, а бездельничать. Ребенок лежит, это нормально. Пусть он позалипает в потолок, пусть он попьет чаю, посмотрит в окно, выйдет на улицу. Как выпускникам их родителям справиться с волнением перед ЕГЭ. Омские школьники написали первые тесты. Не платило годами. Пока одни мечи требуют честно заработанные деньги, другие пытаются встать на ноги после терапии в санатории. Ребенок сам пришел на своих двоих, как говорится, а вынесли мы ее на руках. Вокруг директора рассвета Нателлы Полежаевой разгорается новый скандал. Лечат полетами в космос и морем, нарисованным. У нас есть аквазона, есть песочная зона, где ребеночек будет расслабляться и проигрывать те моменты, которые его беспокоили. В детской больнице открыли отделение, где нет белых халатов и лекарств. Цифровые змеи в небе на Домском. Лозунг цифрового телевидения, все будет четко. В России провели необычную акцию перед отключением аналогового ТВ. И укрепляет иммунитет, избавляет от депрессии, даже лечит от рака. Даже вот в таком небольшом куске мяса куда больше железа, чем, например, в яблоке. А ведь железо это очень важный микроэлемент. Шеф-повара раскрыли секреты экзотических шашлыков и необычных маринадов. Из лечебницы сбежал, чтобы встретиться с друзьями. История с побегом омского заключенного из больницы обрастает новыми подробностями. Как утверждают очевидцы, его видели в веселой компании. Но побыть на свободе мужчине удалось и недолго. В розыск осужденного объявили утром в субботу. Уже к ночи задержали полицейские. Сейчас идет проверка. После этого суд решит, добавится ли в дело о меча. Еще и статья за побег. Наталья Бахтиярова собрала все факты, которые известны на данный момент. Сообщения о розыске осужденного парня появились в субботу во второй половине дня. Практически сразу же в соцсетях нашлись очевидцы, которые рассказали, что еще накануне вечером видели его в маршрутке пьяным в компании девушек. Судя по разговорам, направлялась шумная компания сюда, в Лукьяновку. Пользователи говорят, не узнать парня было сложно. Руки покрыты татуировками. Одна из них с философским подтекстом. В китайских иероглифах зашифрована фраза «Радуясь жизни, помни о смерти». Обдумать смысл бытия у заключенного из Осташкова время было. Он судим уже в четвертый раз за кражу. До этого отсидел за грабеж и умышленное причинение вреда здоровью. В УФСИН уточнили, побегом самоволку, в которую ушел мужчина, назвать нельзя. Юридически это так называемое отклонение от маршрута. Осужденные, которые отбывают срок в колонии-поселении, могут передвигаться по городу. Главное условие – вовремя возвращаться на спецтерриторию. 20 мая 2019 года осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении номер 13, с разрешения администрации ФКУ КП-13, выехал в учреждение здравоохранения города Омска для прохождения медицинского обследования. В установленный срок назад не вернулся. Осужденный был объявлен в розыск. 26 мая 2019 года осужденный задержан сотрудниками отдела розыска УФСИН России по Омской области. Нынешний срок – 3 года 3 месяца. Парень по кличке Муха отсидел почти наполовину, но решил пуститься во все тяжкие. Пересмотрят ли ему наказание после самоволки – вопрос пока открытый. Полиция проводит проверку. По ее результатам суд решит, насколько поступок заключенного можно считать тяжким. Танзеля Бахтиярова, Александр Саражин, 12 канал. Выпускникам станет еще сложнее получить золотую медаль. Теперь учитываются не только пятерки в аттестате, но и результаты ЕГЭ. Необходимо получить не менее 70 баллов по русскому языку и профильной математике. Свои знания точной науки выпускники проверят уже в среду. Им предстоит первый обязательный тест по математике. А сегодня 11-классники написали первый ЕГЭ по географии и литературе. Это предметы по выбору. Литературу предпочли 800 человек, географию – 312. Психологи сейчас советуют одно – не нервничать. Но справиться с волнением удается не всем, особенно взрослым. Как перенести с достоинством испытания, чем поможет метод помидора. Детали у Елены Смирновой. Экзамен для выпускников 2019. Если и не праздник, то уж точно не кошмар наяву. За считанные минуты до испытания на лицах 11-классников – улыбки и не тени волнения. Чем отличается муссонный климат от морского, какой город является столицей Мадагаскара, географию детально они изучали последние пять лет. Зачем волноваться? Мы уже проходили это в девятом классе. Привычно. Нет никакого волнения. Все знаем, все дам. Почему географию выбрали? Я люблю географию. Люблю сустарную. Все нормально, позитивно. Сейчас будем писать. Кого экзамены пугают не по-детски, так это взрослых. За результаты многие родители переживают порой больше своих чат. Нанимают армию репетиторов, записывают ребенку на всевозможные курсы или просто сеют панику. Сынов, ты главное не переживай. Главное не переживай. Главное успокоиться. Всем успокоиться. Не, не, не. Главное не переживай. Главное не переживай. Главное не переживай. Сыну Ларисы Ширяевой решать выпускные тесты только предстоит. Впереди ЕГЭ по математике, физике и русскому. Мама выпускника признается. Период волнительный для всей семьи. Ради высоких баллов в ход идет все. От безобидных суеверий, вроде пятирублевой монеты в обувь, до особого рациона и режима сна. Расписываем, чтобы пораньше ложился, высыпался. Утром, сейчас у них еще они ходят, дополнительно занимаются на уроке. Ну и питание, чтобы кушали. Не перекусы были, а сейчас в полной мере, потому что осталось совсем немножко дней до экзаменов. Чтобы было все хорошо. Министр образования Татьяна Дернова сегодня контролирует организацию. ЕГЭ вспоминает, с трудом справлялась с волнением и на своих выпускных экзаменах, и когда знания проверяли уже ее дети. Я сама, когда была в школьнице, очень переживательная была сдающая экзамены девочка. И, может быть, какой-то, знаете, такой синдром отличницы была отличницей. И поэтому переживала, конечно, за своих детей. Но никакой паники дома не было. Мы их поддерживали, мы их хвалили. Я делаю это редко относительно своих детей. И мне кажется, родители очень многие, к сожалению, редко хвалят своих детей. Но мне кажется, этот период, да, это такое некое программирование, будем говорить так, на успех. Мы должны хвалить, мы должны поддерживать и говорить о том, что у тебя точно все получится. Советуют психологи также вместе продумать оптимальный план подготовки. Например, по методу помидора. Автор техники использовал таймер в виде томата. Суть в том, чтобы засечь 25 минут, которые отведены на работу и 5 на отдых. После четырех таких блоков большой перерыв в полчаса. Это позволяет готовиться продуктивно и при этом не на износ. При этом тоже стоит и самому себе, и ребенку объяснить, что отдых – это не переключение с химией на математику. Это полежать. Самое страшное для мамы, когда я захожу в момент подготовки, а ребенок лежит. Это нормально. Пусть он позалипает в потолок, пусть он, не знаю, попьет чаю, посмотрит в окно, выйдет на улицу, не знаю, поорет в полотенце от ужаса. Это все нормально, все это работает. А вот налегать на валерьянку, пустырник и другие успокоительные специалисты не советуют. Средства гасят не только эмоции, но и тормозят способность соображать. Сразу после экзамена лучше запланировать небольшой семейный праздник – поход в кино или просто прогулку. Справиться с волнением помогает и план «Б». Что делать, если получить желанную оценку не удалось. И самое главное – заверить выпускника. Даже не вот это всего лишь итог экзамена, но никак не конец света. Елена Смирнова, Дмитрий Храмцов, Сергей Гаврилов, 12 канал. Реномск не сносить и реконструировать об этом московским журналистам, заявил министр спорта России Павел Клопков. Здание, которому 12 лет признано аварийным, находиться внутри, тем более проводить там хоккейный матч или другие мероприятия, опасно. Рена буквально трещит по швам. Специалисты зафиксировали смещение несущих конструкций сразу в нескольких точках. Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов не раз говорил о том, что Ледовый дворец нужно снести до основания, на его месте построить новый объект. Сейчас проект как раз разрабатывается, но, быть может, после заявления федерального министра могут внести коррективы. Добавлю также, что из-за плачевного состояния арены омская команда вынуждена выступать на чужом льду в подмосковной Балашихе. Когда ястребы вернутся домой, пока предположить сложно. Люди не рабы с такими надписями на плакатах. Бывшие сотрудники санатория «Рассвет» пришли к воротам учреждения. На мечи в отчаянии, по их словам, директор Нателла Полежаева не платила зарплату годами. Общая сумма долга исчисляется уже миллионами пострадавших десятки. При этом, по данным следствия, деньги на оплату труда у Полежаевой были, но она предпочла их потратить на личные нужды, какие пока не раскрывают в интересах следствия. Между тем, встреча у ворот закончилась скандалом. Пришлось даже вызвать полицейских. Тем продолжит Екатерина Шипилова. Вы зашли на частную территорию. Нет, толкастая не надо. Вы зашли на частную территорию. Так бесцеремонно теперь у санатория Нателлы Полежаевой встречают не только журналистов, но и собственных недавних работников. Причем жесткий отпор дают только им. Остальные посетители тут же проходят без проблем. Проезжают и машины. Это ужас и беспредел просто. Это просто ужас. И я не один такой. Людей очень много. Очень много людей. Просто хотим справедливости. Прийти под эти двери людей вынудило настоящее отчаяние. При этом надписи на плакатах «Хватит воспринимать людей как рабов» и «Полежаева верни деньги» похоже единственный способ хоть как-то достучаться до бывшего руководителя. В прошлом году я даже летом просила, позвонила ей, что мне нужны были деньги на операцию. Она, ладно, ладно, когда, сколько. Я говорю, ну мне хотя бы вот такую-то сумму там назвала, небольшую сумму, вообще-то у меня она была 20 тысяч. Ладно, ладно. И когда я потом ей позвонила, она даже на мой телефон не ответила. Целый год на звонки не отвечает. Людмила Пашкевич, хозяйка санатория «Рассвет», задолжала внушительную сумму – 100 тысяч рублей. Швея с 40-летним стажем делала костюмы для топ-театра. Заработную плату ждет уже три года. В этом списке и электрик Вячеслав Русаков, и подсобный рабочий Владимир Потанин. Отдавать кровно заработанные 40 тысяч рублей им тоже никто не торопится. Не изменила себе Нателла Полежаева и на этот раз. Мимо тех, кого оставила без денег, она проезжает на территорию санатория, спрятавшись за тонированными стеклами своего дорогого авто. Нателла Олеговна Полежаева к нам не вышла. Она проехала мимо на своем автомобиле. И буквально через 5-7 минут приехали наряды полиции, ДПС. Пока одни пикетчики писали объяснительные полицейским, другие вновь пытались дозвониться до своей экс-начальницы. В ответ лишь гудки. Между тем, зарплату на сегодняшний день ждет уже 81 бывший сотрудник санатория «Рассвет». Сумма почти 4 миллиона рублей. По данным следствия, обвиняемая директор Центра реабилитации «Рассвет», имея финансовую возможность своевременно и в полном размере выплачивать своим сотрудникам за работную плату, тем не менее, тратила ее на иные цели, не связанные с выплатой заработной платы, чем грубо нарушила конституционные права граждан. На иные цели были потрачены ей 23 миллиона 800 тысяч рублей. Руслана Ивазов никогда не работал на Нателлу Полежаеву. К воротам ее владений пришел по другой причине. Уверяет, здесь искалечили его дочь. Три года назад тогда еще 8-летняя девочка проходила лечение в санатории. У нее ДЦП. Во время одной из процедур, по словам Руслана, малышки сломали шейку бедра. Травма серьезная. Жизнь девочки буквально стала пыткой. Три года она не вставала с постели, перенесла две тяжелые операции. Мужчина обратился в суд. Ребенок сам пришел на своих двоих, как говорится, а вынесли мы ее на руках. То есть вместо лечения мы получили, наоборот, травму. Возле санатория «Рассвет» обманутые люди стояли около двух часов. Но за это время Нателла Полежаева к ним так и не вышло. Между тем, Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Сейчас оно передано в суд. Хозяйке реабилитационного центра грозит уже реальный срок. Екатерина Шипилова, Юлия Думанова и Владислав Осинцев, 12 канал. Острые штыри со школьных заборов уберут уже к 1 июня. Опасные элементы спилят на ограждениях, расположенных рядом с деревьями, гаражами и другими постройками, из которых подростки могут упасть на забор. Где таких конструкций поблизости нет, к штырям приварят железные балки, либо прибьют деревянные доски. Напомню, распоряжение о работах дала мэра Оксана Фадина после несчастного случая. В конце апреля подросток неудачно спрыгнул с крыши и напоролся животом на забор возле гимназии номер 88. Ребенка спасли, но для этого потребовала сложная операция. Сейчас его жизни вне опасности. От страхов вылечит полет в космос. Помогать маленьким пациентам, страдающим фобиями или другими недугами, ДЦП, атрофией мышц, теперь будут в детской больнице имени Скворцова. Здесь открыли сенсорную комнату. На оборудование кабинета потратили 154 тысячи рублей. Деньги поликлиники передали основатели фонда соцпроектов «Территория милосердия». Психологи и логопеды учат малышей не только правильно говорить, Концентрировать внимание и владеть телом, но и помогают справиться со страхами. К примеру, вам пройти без слез адаптацию в детском саду. Как проходит игровая терапия, расскажет Елена Бабкова. Никаких белых халатов и медицинских карточек. В этом врачебном кабинете терапию проводят играючи. На стекле семилетний Арсений рисует море друзей. Мечтает мальчик не о путешествии, а о приятелях, с которыми будет гонять мяч, А потом и учиться в школе. Однако пока компанию ему составляют только мама и братья. Новые знакомства для ребенка – настоящее испытание. Из-за волнения он сильно заикается. Очень счастлив, что я не ссуру волны, Что занимаюсь песком. Песок такой мягкий, горячий. Мне понравилось очень сильно приставать. Правильно говорить, концентрировать внимание и улучшать координацию. Для ребят с различными отклонениями в развитии вместо лекарств здесь пальчиковые краски, Интерактивные доски и цветовые панели. Назначают специалисты даже курс полетов в космос. Под звездным небом ребята не просто мечтают и слушают сказки, учатся расслабляться. А вот такая свето-звуковая панель-дорожка поможет малышу научиться общаться со сверстниками, Говорить громко и четко. Или наоборот потише, если ребенок чересчур активный и шумный. Кстати, работать специалисты будут не только с гиперактивными или наоборот робкими детьми. Ждут здесь и родителей с малышами-ясельниками. Крохам помогут справиться со страхами и пройти без слез адаптацию в детском саду. Здесь у нас следуют релаксирующие методики. Если ребеночек плохо адаптируется, если он переживает по этому поводу, здесь в процессе игры мы ему расскажем о том, что детский сад не так страшно, он прорисует какие-то моменты в своей жизни. Опять же, у нас есть аквазона, есть песочная зона, где ребеночек будет расслабляться и проигрывать те моменты, которые его беспокоили. Организуют для детей как групповые, так и индивидуальные занятия. За месяц здесь планируют принимать до 20 человек, в том числе и облегчить жизнь палеотивных пациентов, малышей с неизлечимыми болезнями. Помощь бесплатная, понадобится родителям только соответствующие направления от врачей. Елена Бабкова, Сергей Гаврилов, 12 канал. Смотрите далее в программе. Кому доверяют и мячи? Если мы промолчим, то кто из нас будет делать этот выбор? Единороссы подвели итоги праймерис перед довыборами в Заксобрании Омский горсовет. Цифровые змеи в небе над Омском. Лозунг цифрового телевидения, все будет четко. В России провели необычную акцию перед отключением аналогов ТВ. В тройке лидеров 12 канал вошел в список самых просматриваемых каналов в России. Укрепляет иммунитет, избавляет от депрессии, даже лечит от рака. Даже вот в таком небольшом выпуске мяса куда больше железа, чем, например, в яблоке. А ведь железо – это очень важный микроэлемент. Шеф-повара раскрыли секреты экзотических шашлыков и необычных маринадов. И гонки, и велосипедные, и сырный обзор ярких спортивных событий. Редактор субтитров А.Семкин избирательных участков для отбора кандидатов выбрали рейтинговую модель голосования. Мы еще могли проголосовать за любое количество участников, представленных в бюллетенях. Когда рассматриваешь программу, оцениваешь реальный вклад, рассчитываешь на помощь, на взаимодействие и рассчитываешь на честность. В первую очередь на честность. Активная гражданская позиция – это, наверное, самое малое, что мы можем сделать, потому что каждый голос – он решающий. Если мы промолчим, то кто за нас будет делать этот выбор? Подобную практику по предварительному отбору кандидатов в стране пока используют только единороссы. С помощью праймерис определяют кандидатов от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления. Как отмечают партийцы, интерес к этому этапу голосования среди мячей существенно возрос. Явка составила 6,18%, тогда как в 2017-м участки посетили чуть более 3% избирателей. Такой ранний старт для партии, конечно, он полезен, потому что мы изучаем общественное мнение, мы изучаем, насколько кандидаты сегодня могут общаться с населением, насколько люди могут им доверять. Поэтому мы считаем, что пользы будет очень много. И некоторые уже сегодня сделали, выполнили ряд наказов. Это тоже для нас немаловажно. Сами выборы пройдут в единый день голосования, 8 сентября. В этот день участки откроются в 45 регионах страны, в том числе и в Омске. Цифровые змеи в небе над Омском. Наш город присоединился к всероссийской акции. В Омске на площади возле Скокобленова собралось больше сотни человек. Некоторые пришли семьями. Участники акции делали цифровую зарядку и запускали цифровых воздушных змеев. Все для того, чтобы напомнить, осталась ровно неделя до перехода на цифру. 3 июня в 35 регионах страны, в Омской области в том числе, отключат аналоговый сигнал. Что нужно сделать, чтобы в этот день телевизор не замолчал. И что будет с 12 каналом, расскажет Юлия Думанова. Переходят на бег, волонтеры разминают мышцы. Зарядка от рекордсменки России, Европы и мира по гиревому спорту Ольги Еременко. Непростая, цифровая. У СКК Блинова запускают змеев воздушных. 20 штук на каждом логотип канала, который МЧС могут видеть в высоком качестве. 21-й это лозунг цифрового телевидения, все будет четко. Ну а 22-й это Омская область. Ловят волну, чтобы напомнить. 3 июня Омская область перейдет на цифровой сигнал. 35 регионов попали в третью волну отключения аналогового телевещания. Самую массовую. Остается ровно неделя, чтобы переключить свои телевизоры в нужный формат. Некоторые это уже сделали. Купили приставки на все телевизоры и все прекрасно идет. Бабушке, дедушке. Да. Сами настраивали. Мы настраивали с братом. Телевизоры, выпущенные после 2012 года, готовы к приему цифрового сигнала. Если приемник выпущен раньше, на экране рядом с логотипом телеканала стоит буква А. Это значит, что нужно приобрести специальную приставку. Стоит она около 1000 рублей. Тем, у кого не получается настроить самостоятельно, помогают волонтеры. Горячая линия работает в будние дни с 10 утра до 10 вечера. Услуга бесплатная и доступна абсолютно всем. Но обращаются в основном пенсионеры. Подключать несложно, но есть свои нюансы, потому что телевизоры разные. Где-то телевизоры сделаны в середине прошлого века. Консультацию по переходу на цифровое телевещание мечи могут получить на сайте смотрицифру.рф или по номеру 790738. За месяц на региональную горячую линию поступило 16 тысяч звонков. Самый популярный вопрос, кому положены льготы на покупку приставки. Меру поддержку ввели по поручению Александра Буркова. Выплату могут получить неработающие пенсионеры и инвалиды, живущие одни. Многодетные семьи, в которых 5 и более детей. А также жители районов, в которых ловят только спутниковое телевидение. Таких меньше процента. За компенсацией уже обратились 2000 человек. На приставку это 1000 рублей и 4000 для тех, кто будет подключаться к спутному телевидению. То есть это те, которые находятся в зонах неуверенного приема. Сейчас уже больше 2 миллионов рублей выплачено. И это продолжается сейчас прием заявок. Многие переживали, после перехода на цифру региональное телевидение исчезнет. Но это не так. 12 канал продолжит вещать в аналоге даже после отключения федеральных каналов. Чтобы смотреть свежие новости региона, помимо приставки, нужно приобрести специальный кабель и подключить к домашней антенне. Специалисты подчеркивают, тех, у кого дома кабельная или спутниковая ТВ, нововведения не затронут. Смотреть и цифровые, и аналоговые каналы можно будет, не переключая режимы. Юлия Думанова и Дмитрий Алтыгепченко, 12 канал. Добавлю, что сейчас в регионе идет адресная работа с годными категориями граждан. Компенсируют траты на приставку на особый подход к ветеранам Великой Отечественной войны. Это поручение правительства России. Сегодня специалисты вручили приставку семье Пивиковых. И теперь в регионе абсолютно все фронтовики обеспечены оборудованием для цифрового телевидения. Анна Кокорина продолжит. Что смотреть по ТВ, Чита Пивиковых давно не спорит. За 65 лет совместной жизни научились договариваться. Утро время супруги интересуются программами о здоровье. Вечером голубой экран в полном распоряжении Федора Гавриловича. Спортивные. Все какие. Люблю хоккей, футбол, ручной мяч, волейбол. Это я смотрю. Инженер-электрик по образованию Федор Пивиков в годы войны ремонтировал боевые самолеты. Смеется, как подключить приставку к телевизору, разобрался бы сам. Вот только зрение подводит. Так что на помощь пришли специалисты регионального Минтруда. За три месяца работники ведомства навестили почти сотню ветеранов Великой Отечественной войны. Ярче, конечно. Намного. Хорошую передачу будем смотреть. Не нравится, переключим. Аналоговое вещание в регионе остановят 3 июня. Работать перестанут все телеэкраны, выпущенные раньше 2012 года. Так что мячам рекомендуют заранее позаботиться о покупке специальной приставки. При этом льготникам затраты компенсируют. До 30 сентября по 1000 рублей смогут получить многодетные, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, одинокие и неработающие пенсионеры и инвалиды первой и второй групп. Данная мера имеет заявительный характер. То есть все граждане, которые к нам обращаются, все рассматривается. И при необходимости, конечно, сразу же оказывается. В течение 10 дней принимается решение, а в течение 30 дней денежные средства поступают на расчетный счет заявителя. Получают денежные средства в размере 1000 рублей. Приобретают самостоятельно. При необходимости возможно обратиться к волонтерам, и они помогают устанавливать. Настроиться помогут и на двенашку. Даже после 3 июня наш телеканал продолжит вещать. Приставка позволяет переключиться с цифрового на эфирный сигнал. Анна Кокорна, Павел Манжос, 12 канал. 12 канал тем временем вошел в топ самых просматриваемых в России рейтинги смотрибельности. В крупнейших УДТ-сервисах озвучили буквально полчаса назад на семинаре Академии Национальной Ассоциации Телерадиовещателей. В России популярность набирает телевидение через интернет. Так, по данным сервисам на СПБ-ТВ, 12 канал в среднем в месяц смотрели 103 тысячи человек. На другой телевидении ЛайМ-Ичдем в первом квартале у двенашки по 30 тысяч просмотров в месяц у ближайшего преследователя. В Москве 24, их на полтысячи меньше. При этом на том же на СПБ-ТВ Омске 12 ежемесячно смотрят 36,5 тысяч новых зрителей. Нам удалось связаться по телефону с генеральным директором Национальной Ассоциации Телерадиовещателей Александром Широких. И вот что он сообщил. Наверное, как мне кажется, одним из факторов, послуживших тому, что Омский 12 канал попал в топ во всех сервисах в первом квартале, послужил или мог послужить плей-офф континентальной хоккейной лиги. Цифры очень большие, интересные и заслуживающие большого уважения, вне зависимости от того, КХЛ ли тому помог, или смена директора и руководства и все остальное. Так или иначе, вы молодцы, вы показали очень хорошие и красивые результаты, и вы в топе среди всей России, среди всех региональных каналов, включающих в новой интернет-среде, в новой для себя, ну и новой для зрителей в том числе. Синоптики уверяют, в Омск окончательно вернулось лето. После затяжных дождей регион прогрело жарким солнцем. Завтра температура должна достигнуть отметки в плюс 32 градуса. С потеплением на плыву пациентов ожидают врачи-диетологи, ведь сейчас основное блюдо в рационе многих – шашлык. Жареное на углях мясо может втаять опасность, но если придерживаться простых правил, будет только польза. К примеру, крепится иммунитет, уйдет депрессия. По мнению некоторых учений, можно даже излечиться от рака. Сейчас популярность набирают экзотические шашлыки, к примеру, с клубники, ананасов и арбузов. Экспериментируют шеф-повара и с маринадами. В качестве приправ используют даже чай. Катерина Булучевская теперь знает все о самых необычных рецептах с дымком. Кебаб, барбекю, харавац, брошет или сатэ – как только не называют шашлык. Это древнейшее мясное блюдо. Его едят практически во всех странах, но под своим особенным соусом. Одни готовят на решетке, другие – на мангале. Кто-то на кустах и ветках. Такой способ жарки распространен среди жителей африканских пустынь. Но чем больше появляется рецептов, тем больше шашлык обрастает мифами. Самый распространенный о его вреде для организма. На самом деле в одном, даже вот таком небольшом куске мяса, куда больше железа, чем, например, в яблоке. А ведь железо – это очень важный микроэлемент. Оно укрепляет иммунную систему, предотвращает старение кожи, избавляет от депрессии и усталости. Именно поэтому, говорят специалисты, шашлык при правильном его приготовлении скорее полезен, чем вреден. Особое внимание, говорят повара, маринаду. Никакого майонеза. Шашлык получится жирный. Побольше лука – это кладезь антиоксидантов. Они защитят организм от воспалений, а, по мнению ученых, из канадского Антарио могут даже помочь вылечить рак. Еще один вариант – лимонный сок, красный перец, мед и чеснок. Такая смесь будет поддерживать в тонусе сердечно-сосудистую систему. И даже гриль не навредит полезным компонентам. Мариновать свинину и говядину лучше за сутки, а вот баранину – как минимум за четверо. Еще один миф – что шашлык лучше готовить из диетического мяса. Индейки, кроли, как курицы. Шеф-повар Иван Афанасьев не согласен. На его родине, в Грузии, свиные шейки с дымком – самый полезный деликатес. Грузины едят такие и на обед, и на ужин. И многие в этой стране долгожители справляют столетние юбилеи. Хороший приготовленный шашлык – это височный цвет. Это, я вам говорю, как грузин, ты уже трудился на этот продукт. Организм почувствовал, что у тебя муж какой-то пошел в организм. Вот она и сила шашлыка. Система организма всегда будет долго работать, когда организм принимает мясо. И еще один секрет грузинского долголетия я вам открою. У меня появилась уникальная возможность попасть прямо на кухню. И первое, что я здесь увидела – это огромное количество зелени и овощей. Петрушка, укроп, зеленый лук, кинза, болгарские перцы, огурцы. Вот как раз-таки все это и служит основным гарниром к шашлыкам. Поэтому, как говорят повара, мясное блюдо становится вдвойне полезным. Кроме того, здесь можно найти еще и вот такой натуральный грузинский йогурт. Он называется мацони. Как говорят повара, достаточно выпить всего 200 граммов. И даже если в шашлыке были какие-то вредные вещества, они все будут непременно уничтожены. Сохранить вечную молодость поможет и коллаген, который содержится в мясе. Но все же увлекаться блюдом не стоит. Диетологи советуют за раз съедать не больше 150 граммов шашлыка. Это примерно три куска. Кроме того, запивать плотный обед полезнее обычной водой. И самое главное – перед пикником ни в коем случае не голодать. Должен быть завтрак обязательно. Хотя бы как минимум завтрак в этот день. Должна быть каша. Если обед будет, хотя бы легкий какой-то супчик, тоже хорошо. И только тогда вечером спокойно можно, так скажем, кушать шашлык. А кому-то удается без неприятных последствий есть шашлык килограммами. 21-летняя турчанка Джералл Илмаз съела за раз 315 кебабов и установила новый рекорд Гиннеса. Шампуры она опустошила всего за 46 минут. И это не повлияло ни на ее здоровье, ни на хрупкую фигуру. И вегетарианцы тоже едят шашлыки. Правда, фруктовые или овощные. На углях готовят картофель, клубнику и даже ананасы. Екатерина Булучевская, Владислав Осинцев, 12 канал. В Омске открылся суперсовременный спортивный комплекс под открытым небом. Подробную инструкцию, как провести тренировку, можно найти прямо на тренажерах или воспользоваться специальным приложением в смартфоне. Место для установки снарядов в стадион «Красная звезда» выбрали сами горожане. Голосование в апреле было запущено в прямом эфире 12 канала. Свои голоса надаль 33 тысячи человек продолжит Ольга Колесник. Футбольный манеж «Красная звезда» теперь будет интересен не только поклонникам футбола, но и тем, кто любит поработать на тренажерах. Буквально в 20 метрах от комплекса открылась очередная уличная спортивная площадка от школы «Шторки» от Александра Шлеменко. У «Штормового гонга» в этом месяце много работы. 11 мая он возвестил об официальном запуске спортивной площадки в «Саду Сибирь». Сегодня открывает уличный тренажерный комплекс у «Красной звезды». Конечно, великолепная площадка. Я с удовольствием буду приезжать сюда с ребенком, показывать на собственном примере, как это здорово. И в дальнейшем мы бы очень хотели, чтобы наш ребенок полюбил смешное единоборство и занимался у Александра Шлеменко. В спортплощадке в подарок амичи получают второй год подряд. Проект «Школа Шторм» и ее основатель Александра Шлеменко реализуют совместно с правительством области и компанией «Газпромнефть». Этим летом территорий здорового образа жизни появится сразу три. Оборудуют их по последнему слову техники. На площадках специальное резиновое покрытие. На каждом тренажере, помимо подробной инструкции, есть QR-код. Наведя на него камеру смартфона, можно открыть версию тренировки. Для Омска такое оборудование – новинка. Каждая площадка уникальна по-своему. В первую очередь уникальна она тем, что здесь живут разные люди. Не много, но разные. В разных районах. И в каждом районе она очень нужна, актуальна. Здесь, я думаю, это одна из самых спортивных площадок. Почему? Потому что здесь рядом сибирская вторая института физической культуры. По сути, самая крупная в Сибири. И многие из Сибири здесь тренируются. Я думаю, они запомнят наш город. И, надеюсь, меня и наших партнеров только хорошим, добрым словом будут вспоминать благодаря этой прекрасной площадке. На этом сюрпризы не закончились. Все гости приняли участие в лотерее. Штормовцы разыграли фирменную футболку. И главный приз – индивидуальную тренировку под руководством Александра Шлеменко. Ее выиграла молодая семья ГОС. Мы вообще не ожидали. Мы в шоке были. Нам не часто везет так. Но здорово. Мы очень рады. Сейчас школа «Шторм» готовится к областному турниру по смешанному боевому единоборству ММА «Кубок Шлеменко». Соревнования пройдут с 31 мая по 2 июня. Торжественное открытие турнира намечено на полдень воскресенья. Ну а сразу после штормовцы начнут монтировать третью площадку. Она появится на Зеленом острове. Комплекс откроют 20 июля в рамках праздника «Штормфест». Ольга Колесник, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Международное спортивное событие. В Омске прошел крупнейший футбольный турнир. В город приехали спортсмены из нескольких регионов России, а также Казахстана. Соревнования такого уровня проводятся уже второй год подряд. И на этот раз участие приняли 600 человек. Это рекорд. Чемпионат – хорошая возможность для юных спортсменов. Заявите себе. За участниками наблюдают тренеры лучших футбольных школ страны. Бег на месте, приседания, разминка на все группы мышц. Перед игрой – наставление от тренера. Здесь все как в большом футболе. Хотя некоторым спортсменам нет и пяти лет. Острые моменты, голы, эмоции зашкаливают. Сергей Басов сам много лет занимался футболом. Научил и сыновей. Вот так вот как-то. Голос, правда, сейчас к концу уже присядет. Мы будем играть, болеть будем. Тайм – пять минут. На поле не 11, а 4 игрока и вратарь. У малышей послабление. Остальные правила максимально приближены к профессиональным. 15 команд играют одновременно на двух полях. Всего их 50. Краснояр! 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 В Омске гости также из Тюмени, Новосибирска и Казахстана. Давид из Петропавловска. Футболом занимается два месяца. Но уже добился успехов. Парня взяли в сборную. Парать мячи, обхватить игроков. Я еще занимаюсь борьбой. По поводу, будет чемпион или нет, как одна мама сказала, одного ребенка сказала, я не знаю, станет он чемпионом или нет, но вы уже привели ему нормальную мужскую, просто-напросто такую желание, хобби – это спорт и футбол. На этом турнире большинство призовых мест у Омичей. И кто знает, может в будущем кто-то из победителей и участников станет яркой звездой российского футбола. Владислав Андрейченко, Юлия Думанова и Дмитрий Алдегепченко. 12 канал. По историческому центру на велосипедах больше тысячи жителей региона приняли участие в самом массовом заезде Велоомск. Железных коней оседлали любители и профессионалы. В заезде на 12 километров на старт вышел трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Якимов. Компанию ему составили министр спорта Дмитрий Крикорьян с экологией Илья Лобов. Организаторы предусмотрели сразу несколько групповых гонок на 16, 20 и 30 километров. Провели тур надежды для участников с ограниченными физическими возможностями. Для самых же маленьких устроили заезд на 100 метров. В Великобритании сегодня устраивают другие необычные гонки – сырные. Фестиваль каждый год проходит в графстве Голстершир в последний понедельник мая. Суть проста. С вершины холма запускают головку сыра. Голостер – не участники забега бросаются в погоню. Тот, кто поймал, становится победителем. Вес куска сыра примерно 5 килограммов разгоняется до 110 километров в час. Кулинарную гонку часто сопровождают падение и травмы, но англичан это не останавливает. Мероприятие всегда собирают сотни любителей экстремальных развлечений. Кстати, традиция имеет давнюю историю. По некоторым данным, за сыром, пущеным с горы, бегали еще в 15 веке. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Это «Час новостей». Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, ЦОН. Да, практичный. Да, доступный. Да, ДАЦОН. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok До встречи!